От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Великая Отечественная война началась, когда Борису Виноходову исполнилось 15 лет. Ветеран вспоминает, самыми страшными и трагичными для него стали именно первые месяцы сражений. Первым долгом взяли отца на фронт. Остались мы, мать и два брата. Через несколько, может быть, месяц, через полтора, через два присылает открытку треугольничкам нам. Отец ваш погиб в смерти храбрых под Москвой. Юного Бориса на фронт не призывали из-за возраста. Повестка из военкомата пришла ему лишь в 1943 году. В 10 часов утра быть в Турках, в районкомате, при себе иметь запас продуктов и все. А что там, по каких продуктам? Мать насушила сухарей, дала сумку мне, в которую я в школу ходил, в пятый класс. А сумка, брезент обыкновенный, и раньше красили. Вот она, малиновый цвет, выкрасила ее, и две лямки. Борис Свиноходов был отправлен на военную учебу на Дальний Восток. Там юный солдат два года проходил подготовку на минометных и зенитных установках. А в 1945 году начался переброс дивизии на границу с Японией. Машины на руках вытаскивали, на каждую снапу заставляли вязать брезент, потом пригнали подводные лодки. И нас переправили на ту сторону, это уже за границей. Когда война для большей части советских солдат уже была окончена, бои с японцами шли в самом разгаре. И именно здесь, уже на границах двух стран, осенью 1945 года ветеран Борис Свиноходов встретил свой День Победы. Рация передавая, командир дивизии, который командовал, вот такой тушеный мужик, седой уже. В этом году фронтовику Виноходову исполнится 89 лет. На его груди более десятка наград и медалей, глядя на которые ветеран вспоминает все тяготы самой кровопролитной войны и своих погибших товарищей. Редактор субтитров А.Семкин